Если не мы, то кто? Для школьника Владислава это не просто слова, это девиз. Учится он в 58-й школе в 7-м кадетском классе и уже знает, кем хочет стать. Я собираюсь поступать в этом году в Тульское Суворовское военное училище. И потом, если поступлю, может пойду в МВД. Кадетские погоны, говорит Слава, получить не так-то и просто. Отличная учеба, победа в конкурсах и соревнованиях, обязательные условия. В этот день Владислав приглашен на первый слет регионального отделения юноармейцев. Своё место в концертном зале ДДЮТ имени Гагарина Кадет подтвердил достижениями. Я участвовал на разных соревнованиях, в том числе и ДЮП. В областных соревнованиях участвовал, в городских занимали третьи места, первые иногда бывают. Инициатором воссоздания молодежной организации Юнармия стал министр обороны России Сергей Шойгу. Поддержал идею и президент Владимир Путин. Сейчас по стране уже 72 тысяч юноармейцев. В Брянске первое региональное отделение появилось 29 июня 2016 года. Знамя движения местные юноармейцы получили в день партизан и подпольщиков. Сейчас Брянское отделение насчитывает 116 человек. На слёте присутствовали делегаты юноармейцев со всех районов области. Отрадно то, что по 10 человек с каждого района представителей, претендентов на вступление в движение юной армии, были тоже с нами. К слёту брянские юноармейцы подготовили всю нужную информацию, как вести работу и с военкоматами, и с воинскими частями, молодежными организациями. Все задокументированные итоги работы направлены в главный штаб. Приказы, указы, распоряжения, где чётко сказано, какой материальной базой мы можем пользоваться, что нам дают безвозмездно, это воинские части, за кем они закреплены, какие районы чётко. Региональный слёт недаром решили провести во дворце имени Гагарина. Накануне отмечали День космонавтики, и наш первопроходец, открыватель космоса, ставится в пример всему молодому поколению. В зале присутствовал и брянский космонавт Виктор Афанасьев. Его приветствовали стоя. О преемственности поколений, важности воспитать настоящих защитников Родины в этот день не раз говорилось со сцены. Дорогие ребята, членство в юноармии – это не только большая честь, но и огромная ответственность. Вам необходимо много работать над собой, хорошо учиться, заниматься спортом, участвовать в общественной жизни. Только тогда вы сможете стать достойными гражданами России, которым будет доверено право защищать Родину. Ребята, я хочу, чтобы вы почувствовали самое главное. Сегодня первый слёт, исторический слёт, и вы первые. Это подчеркивает важность этого замечательного, прекрасного события. За патриотическую работу с молодёжью благодарности от губернатора получили педагоги, руководители молодёжных организаций. Также свои награды получили и школьники, победители областного конкурса творческих работ по космонавтике «Звёздные дали». Главная часть слёта – принятие в ряды юноармии новобранцев. 14 ребят из Брасовского района произнесли клятву и получили знаки общественно-патриотического движения. Мы показали всем присутствующим, которые претенденты на вступление в ряды юноармии, о том, что на примере Брасовского района, как это всё должно выглядеть в каждом районе, на приуроченной какой-то дате района, чтобы мы могли выехать на место и принять участников движения юноармии, привести их к клятве и, соответственно, принять их в ряды нашего движения. Встреча юноармейцев проходит в преддверии общероссийского слёта в Москве. Он состоится 27 мая. Уже определена делегация, которая представит нашу область в столице. Это пять юноармейцев из посёлка Ржаница Жуковского района. Андрей Мамошин, Максим Кузнецов. События. Брянск.